Так, добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Кирилл Трунов, инженер компании Brilow Consulting. Сегодня мы для вас подготовили вебинар по телевику. Давненько ничего интересного, поэтому вопросов мы не освещали на площадках его клуба. И вот у нас есть замечательный повод. Недавно прошел ИСЕ 2018, где телевик представил много всего интересного, поэтому мы решили... ...провести этот вебинар для вас и познакомить вас с новинками 2018 года и освежить в памяти текущую линейку продуктов телевика. Ну, давайте приступать к нашей презентации. Сегодня у нас программа достаточно простая, расслабленная, много текста, много картинок. Итак, для начала мы напомним о том, что такое телевик, чем он знаменит и что предлагает на текущий момент. Затем пройдемся по новинкам 2018 года, которые были на ИСЕ. И также, как и обещали, представим вам готовое решение для инсталляции, чтобы вы, если вдруг так случилось, никогда еще с телевиком не работали, поняли, как это быстро просто и ничего сложного в этом нет. Итак, если вдруг кто-то до сих пор не в курсе, то компания телевик на рынке уже довольно давно, с середины прошлого века. Начинала как OEM компания, разрабатывала микрофоны и конференции системы для больших, могучих брендов. Но с момента, когда они сделали один из центральных конференциалов в Европейском Союзе, вышли на рынок со своей собственной линейкой продуктов и прекрасно занимаются этим до сих пор. Производство в Бельгии – это европейский производитель-поставщик, поэтому качество соответствующего уровня. На данный момент основное решение, которое предоставляет телевик – это конференц-система на базе шины Пликсус. В этой конференц-системе у нас есть, естественно, центральный модуль – это центральный блок конференц-системы, которому подключаются все возможные устройства, как обычные пульты участников, мультимедийные пульты участников, пульты переводчиков, соответственно, естественно, у нас есть сихроперевод. Также дополнительные модули в виде камер для съемки происходящего, программное обеспечение, которое необходимо для сопровождения всех этих мероприятий. И Пликсус на данный момент является, пожалуй, единственной и неповторимой мультимедийной конференц-системой в полном смысле этого слова, потому что она обеспечивает работу не только со звуковыми каналами и потоками данных, но также и с видеоисточниками. Соответственно, все это собирается в центральном блоке, маршрутизируется, подготавливается и отправляется на приемники. Естественно, есть интерфейсы для соединения со сторонними решениями, оборудованием, приложениями и так далее. Поэтому все это очень просто, гибко и насыщенно. Шина Пликсус, на основе которой создана конференция системы Пликсус, это проприетарный пакетный протокол, который включает в себя три основных потока. Это аудио, данные, что характерно для всех конференц-систем, плюс видео, что совсем не характерно для конференц-систем. И поэтому телевик Пликсус выделяется особенно остро на фоне конкурентов. В этой конференц-системе Пликсус у нас есть стандартные пульты участников микрофонные, которыми мы оснащаем рабочие места в залах. Соответственно, пульты бывают различных форматов. Здесь представлен на этом слайде полнофункциональный настольный пульт участников. Как вы видите, здесь есть все, что только можно пожелать для конференц-системы. Это и, естественно, микрофон, динамик, кнопка активации, селектор каналов для прослушивания синхроперевода, кнопки голосования, считыватель для карточки. В общем, все-все-все. Но, естественно, не только этим настольные пульты оснащаются. Не только такими они бывают. Начиная от простых дискуссионных пультов, где нет ни селектора, ни каналов, ни кто по голосованию, до различных конфигураций. Все это в стандартном прайс-листе есть и доступно к заказу. Помимо настольных пультов, есть еще также врезные пульты. В принципе, история с ними та же самая. Они бывают от простых дискуссионных до полнофункциональных. Их характерной особенностью является то, что они могут кастомизироваться под конкретный проект, под заказчика, под пожелания. Можно нанести гравировку различными символами. Мы так много раз подписывали пульты русскоязычными невинованиями. Можно разместить логотип заказчика, можно покрасить их, подогнать размер под имеющееся отверстие в столе и так далее. С точки зрения синхроперевода существует у нас такой замечательный пульт как Lingua ID, который был номинирован и награжден многократно за его инновационный и очень удобный дизайн, интерфейс использования. Соответственно, он представляет все возможные и невозможные функции для переводчика, какие только могут потребоваться. Отличительной особенностью для Plexus есть пульт с HDMI-выходом на борту. То есть можно просто по этой паре от центрального блока, без каких-либо дополнительных проблем, получать также видео из конференц-зала, для того, чтобы у переводчика была возможность наблюдать за участниками, для которых он делает перевод. Та же самая конференц-система Plexus имеет мультимедийные пульты, как я уже сказал, дебютировавшие уже, на самом деле, много лет назад в Unicose, первый полнофункциональный мультимедийный пульт. Он оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном. Соответственно, на этом экране можно просматривать видео в формате Full HD 1080p с минимальной задержкой. Это было на момент анонсирования действительно уникальным и очень интересным решением. Также на этом сенсорном экране через интерфейс можно просматривать всю сопроводительную информацию к мероприятию, данные о участниках конференции, документы, которые приложены к этой конференции. Через него можно голосовать. Была даже в свое время функция выхода в интернет, но потом ее вырезали по понятным причинам, чтобы люди не занимались, не пойми чем, во время работы. Так, ну, что здесь интересного, и этот пультик еще можно рассказать. У него, естественно, вот эта вот особенность, 7-дюймовый экранчик, сейчас уже в 2018 году, и это не очень хорошо. Он маленький, на нем не очень хорошо видно, поэтому его необходимо располагать достаточно близко к участнику. Просто если врезать его, так сказать, в стол, то будет мелко, видно плохо. Поэтому был выпущен и 10-дюймовый пульт Unicose, который, помимо уже большого сенсорного экрана, имел многие дополнительные интересные функции, такие как встроенная веб-камера, чтобы можно было использовать его в режиме «говорящая голова», кнопки «физические голосования», потому что для людей, когда они принимают ответственные решения, оказалось достаточно важным, чтобы вот это вот тактильное нажатие, оно вот прям прощупывалось и было физически осязаемо. На сенсоре немножко не то. Ну и, в принципе, все остальные функции 7-дюймового Unicose этот пульт также поддерживает. Но компания Televig на этом не остановилась и решила расширить модели, поддерживающие мультимедиа, специальным устройством под названием Unibox, которое они представили на прошлой выставке ИСЕ 2017 года. В виде такого чудесного прототипа. Это на этом слайде, как вы видите, не совсем пульт конференц-системы, это моторизованный монитор Arthur Holmes со встроенной конференц-системой Televig. И вот таким вот модулем, который здесь у нас на слайде справа расположен, называемый Unibox, он подключается, в принципе, к любому сенсорному монитору и на этом самом сенсорном мониторе отображает интерфейс пульта Unicose. Вот, то есть 7 дюймов, кому мало, есть 10. Кому мало 10 дюймов, можно поставить полноценный, хороший, правильный сенсорный монитор и на нем получить весь тот же функционал. Линейка видеопродуктов также была расширена за счет блоков видеовхода и видеовыхода. Video in, video out. Они подключаются к той же самой шине, что и пульты Unicose. Собственно, все мультимедийные решения телевиковские, они точно так же, как и стандартные обычные пульты, подключаются одним кабелем витой пары для передачи аудио, видео и данных и могут друг за другом в цепочку подключаться без каких-либо проблем. Соответственно, эти блоки выполняют очевидную функцию, они в сеть Plexus внедряют видео, видеоканалы и, соответственно, их оттуда забирают. Таким образом, можно, например, на рабочих местах установить блоки вывода, подключить к ним монитор, все равно мы, так сказать, витую пару бросаем до конференц-стала, чтобы пульты подключить. Ну вот, можно и такими блоками дополнительно выводить видео. Ну и, естественно, там в стойке или где-то там в трибуне расположить блоки входов, чтобы забирать видеосигналы. Ну и, собственно, вот вся мультимедийная линейка, которая есть у телевика. Сейчас вот на этой простенькой небольшой схеме, центральный блок, который управляет всеми этими потоками. На нем, на самом, прямо есть SDI-вход, можно подключить к нему камеру, для того, чтобы следить за участниками. Мультимедийные пульты, блок входа, блок вывода и мультимедийный пульт переводчика. Переходя к другим, чуть более приземленным, пожалуй, конференц-системам телевика, нельзя не упомянуть про беспроводную конференц-систему, наш безусловный хит. Это была первая, в своем роде, многодиапазонная система, которая работала и в 2.4, и в 5.0 Ерц, и обеспечила надежный и устойчивый прием практически в любых условиях, если только ее не специально насильно глушили спецсредствами. Пульты, которыми на данный момент эта конференц-система может оснащаться, начинаются также от простых дискуссионных и год назад были анонсированы и выпущены пульты, которые уже поддерживают цифроперевод. Таким образом, конференц-система Confedria G3 является полнофункциональной, полностью беспроводной конференц-системой, которая поддерживает все эти функции. Тем не менее, она может удачно работать автономно, совершенно без каких-либо дополнительных модулей. Есть на самой точке доступа встроенный веб-сервер, не нужен никакой там дополнительный центральный блок, не нужно какое-то программное обеспечение, просто с ноутбука можно к этой точке подключиться, включать и выключать микрофоны, видеть статус заряда батареи, управлять списками и так далее, режимом конференции. Многое позволяет делать через веб-сервер. Так, ну и спускаясь еще ниже по технологичности, скажем так, решений, у нас есть стартовая конференц-система AdiCerna, которая давно уже представлена на рынке и пользуется весьма солидным спросом. Просто дискуссионная система, которая работает в режиме plug-and-play, никаких с ней трудностей у нас никогда не было. в любых условиях она работает. И, тем не менее, она обеспечивает все основные и характерные для телевика функции. Это соединение по кабелю витая пара, простое соединение, обеспечивает кольцевую топологию для возможности, для защиты от разрывов кабеля во время конференции, интегрируется с системой управления, ее используют очень часто в переговорных комнатах, где необходимо наводить камеру кода КВКС. Поэтому это очень удачное решение в ценовом сегменте. Поскольку конференц-система AdiCerna имеет возможность управления сторонними приложениями, наша компания разработала свое приложение для управления конференц-системой AdiCerna. Оно доступно к заказу, мы его поставляем, имеет очень аккуратный, удобный интерфейс, простой и понятный. И вот таким образом, как здесь на картинке представлено, с планшетом можно оператору или председателю включать-выключать микрофоны, изменять настройки конференции и так далее. Все очень просто, быстро, понятно. Ну и отходя немножко от темы конференц-систем, непосредственно у телевика есть также решение под названием TECAM. Это набор, состоящий из нескольких видеоустройств сторонних производителей. Как вы видите, здесь на слайде представлена видеокамера Lumen, соответственно. Телевик ТECAM позволяет подключать к конференц-системе камеры, коммутатор и, соответственно, через программное приложение обеспечивать автоматическую коммутацию этих камер уже с выводом, так сказать, программного видеовыхода на проектор, на кодек ВКС, систему коммутации, куда необходимо, на запись, например. И этот набор, он очень удачно интегрируется с всеми конференц-системами, начиная от DECERN. Здесь более подробно представлены его составляющие. Значит, это камеры от двух до четырех есть в наборе. Коммутатор Blackmagic ATEM, который обеспечивает коммутацию этих самых четырех камер и имеет видеовыход HDMI, соответственно, можно его подключить, куда нам необходимо. Ну и программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер. Также в компьютер есть возможность установить плату захвата и, собственно, через интерфейс этого программного приложения TECAM наблюдать, ну, то есть организовывать предпросмотр для оператора, что в данный момент выходит на, отправляется на видеовыход. Вот, достаточно простой наборчик. Здесь очень простая коммутация, инсталляция и так далее. То есть в комплекте уже, например, есть адаптеры для подключения камер по управлению. То есть нужно просто прокинуть цветовую пару, потом ее в разъемы, в переходники защелкнуть и все. Ну и, соответственно, SDI. Так, в принципе, на этом у нас основная линейка, которая сейчас доступна, подошла к концу, как и первая часть нашей презентации. Я ненадолго оброшусь к чату, чтобы посмотреть, что в нем происходит, сколько видеопотоков одновременно могут жить в системе. Александра меня опередила и ответила, что 6. Да, ну, у нас до этого уже было несколько вебинаров и презентаций в разных городах, с его клубом, где мы рассказывали про возможность коммутации видеопотоков в конференции с системой Plexus. Я уже повторяться не стал, потому что это вроде как тема изъезженная. Но в целом 6 потоков – это не так мало, на самом деле, как может показаться, потому что, ну, вдумайтесь, сколько реально изображений вы используете в конференц-зале, я имею в виду одновременно активных. У вас есть там, допустим, видео с активной камерой, там активная презентация, у вас есть поток от удаленной стороны ВКС. Ну, в общем, там на самом деле по пальцам пересчитать. То есть количество подключений и, грубо говоря, матрица, которую мы устанавливаем в помещении, она может быть сколь угодно большой, но на самом деле активно использовать единый момент на 6 потоков – это вполне достаточно для большинства приложений. Для институционных центров, конечно, скорее всего, нет, но конференц-зал в типичном его понимании вполне. Так, Михаил Левин спрашивает, управление камерами по какому протоколу? Судя по всему, это вопрос был к Текаму, да? Ну, управление идет по RS-232. Но вам в этом переживать не стоит. То есть основная идея Текама в том, что вам не стоит переживать. Вы просто покупаете эту штуку, разворачиваете ее, расключаете, включаете питание, и она работает. То есть программное приложение, которое устанавливается на компьютер, позаботится обо всем за вас. Вам нужно только камерой управлять, там, может быть, пресеты настроить и все. То есть это готовое решение, и в этом его преимущество. Вы можете то же самое решение собрать на других устройствах. И, возможно, оно даже будет дешевле. Может быть, оно даже будет в чем-то лучше. Но вам необходимо будет это самостоятельно разворачивать, программировать, настраивать и так далее. Здесь вся вот эта работа именно по настройке и пусконаладке, ее практически нет. В этом и преимущество. Саверий Савич спрашивает, можно ли подключить шесть камер, как это реализовать? Ну, в телевик Текаме это сделать нельзя. Там есть фиксированные наборы 2, 3 и 4. Ну и на самом Blackmagic Atem есть только 4 видео входа, поэтому никак. Поэтому необходимо будет строить что-то свое. Но, как я уже сказал, разница как раз в том, что вам не потребуется это все долго и мучительно настраивать. Николай Иванов спрашивает, коммутатор только Blackmagic? Да, коммутатор только Blackmagic, потому что они такие, эти наборы, и они неконфигурируемые. Ну и, соответственно, камеры не выбираются. Можно ли подать 4 камеры на 1 видеовыход? Это, да, вопрос ПТК, судя по всему. Нет, нельзя. То есть это, это коммутатор, это не видеопроцессор. Он лишь переключает активную камеру, ее можно там предпросматривать, но не более того. Это относительно простое решение для простых инсталляций. Дмитрий Слышенко спрашивает, видеозапись мероприятия, как, на что можно производить. Ну, в телевиках готового решения по видеозаписи нет, но я уверен, что у нас оно найдется. Ну, в гриловом смысле. Поэтому обращайтесь, мы подскажем. Сейчас у нас по плану небольшое видео в преддверии нового раздела презентации, а именно новинки из Е-2018. Да, я думаю, за этим в основном мы все здесь собрались. Давайте его посмотрим. Мы находимся на стенде телевика, и на самом деле здесь столько всего, что я вот даже набрал шпаргалки, чтобы хоть как-то разобраться. Итак, новинки 2018 года телевик. Ну, во-первых, Plexus Nameplate, то есть это табличка, основанная на электронных чернилах. Телевик ее представлял и в прошлом году, но в этом году она получила ряд обновлений, очень интересных. Дальше новые пульты Decerna SL. Пульты Decerna имеют новый дизайн, но подключаются к тому же самому центральному блоку, что и раньше, и имеют разъем для микрофона, то есть в этот можно комплектовать их микрофонами любой длины от 30 до 70 сантиметров. Новое программное приложение Congressify, которое позволяет использовать его со смартфонами и планшетами, которые делегаты приносят с собой, и открывать на простом интерфейсе всю сопровождающую информацию относительно проходящего мероприятия. Повестки дня, документы, список делегатов и прочее, то есть то, что раньше было доступно у нас только в ПО Кокон, и оно было доступно на мультимедиапультах, сейчас выходит на новый уровень. Это программное обеспечение можно использовать с различными конференц-системами, нет необходимости использовать именно Пликсус, поэтому это очень интересная новинка, которая, я уверен, будет полезна и востребована. Программное обеспечение TheCancel, которое предназначено для использования в законодательных собраниях и имеет большой набор функций в одном приложении, помимо стандартных функций сопровождения мероприятий, таких как повестка дня, создание голосований, список делегатов и прочее, и прочее. Оно также имеет интеграцию с системой стриминга, то есть вы можете прямо с этого же приложения проводить стримы своих мероприятий, можете постить какие-то интересные факты на социальные сети и, в общем-то, все. Также делевик представляет новый центральный блок Пликсус АЕ с индексом R. Этот центральный блок позволяет объединять проводные и беспроводные пульты, расширять количество беспроводных пультов в системе, ну и на самом деле имеет огромное количество функций, все мы их обязательно распишем чуть попозже. Центральный блок Пликсус АЕ-Р – это законченное решение, которому не требуются никакие дополнительные опции программного обеспечения, он имеет веб-сервер и вы, соответственно, с одного компьютера управляете через интерфейс этого блока всеми пультами, всеми устройствами в сети. Закончилось наше видео. Этот ролик доступен на нашем YouTube-канале Brillow Consulting. Если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь на него, там на самом деле будет много всего интересного. В этом году у нас большие планы по его развитию, там будут демки, обзоры, мини-тоториалы, так что найти очень просто, просто в строке поиска набирайте Brillow Consulting, и буквально там первые же ссылки – это мы. Вот. Ну, так вот сбивчиво и быстренько протараторил о том, что мне удалось в тот день посмотреть на сцене телевика. Давайте чуть поподробнее остановимся на каждой новинке, разберем. Итак, центральный блок Пликсус АЕ-Р. На данный момент у телевика было две версии центрального блока – это Пликсус ММЕ для работы с мультимедийными конференциями, пультами, и Пликсус АЕ, где не было необходимости использовать мультимедиа, он только для, так сказать, аудио работал. Сейчас вышла, так сказать, новая ревизия вот этого АЕ-блока с индексом Р, который имеет ряд существенных преимуществ. В основном оно заключается в том, что все управление, которое раньше было реализовано на выделенном, так сказать, компьютере, Кокон, теперь полностью хорошо интегрировано в сам центральный блок, и, соответственно, все управление осуществляется через веб-интерфейс, простой и понятный. То есть нет необходимости ставить каких-то дополнительных устройств каким-то образом, понижать таким образом безопасность и надежность вашей системы. Плюс к тому вышло новое программное обеспечение КОКО, которое позволяет объединять проводные и беспроводные пульты в одну конференц-систему. То есть то, что у нас когда-то было, давно, и ненадолго поломалось, а теперь оно работает заново. То есть мы все радуемся на самом деле, потому что это очень важная и нужная, полезная функция была у телевика. И вот теперь она снова у нас вернулась. Так, ну, помимо того, что можно проводные пульты и беспроводные объединять в одну конференцию, есть возможность также сами беспроводные пульты разделять и объединять в помещении, что для зала-трансформеров будет играть существенную роль. Ну и также у центрального блока появилась возможность записи конференции на встроенную память. Центральный блок Plexus AIR, как я уже сказал, имеет встроенный веб-сервер, но в этом веб-сервере он имеет полный набор функционала, который нам может быть доступен. То есть это и дискуссия, и синхропереводы, голосование, поездки дня и прочее, прочее. То есть это не какой-то там урезанный, урезанная версия стандартной системы, это полнофункциональное решение. Поэтому, видимо, в ближайшее время оно, Lexus AE, старый центральный блок, заменит полностью. Ну, это уже, так сказать, из-за разряд спекуляции, неподтвержденная информация. Конференция системы Decerna SL. Ну, собственно, это не новая конференция системы, это к старой конференции системе Decerna вышли новые пульты. Они имеют все те же самые функциональные особенности, что и старые пульты. То есть они подключаются к кабелям витой пара, имеют базовый набор функционала. Но есть несколько дополнительных особенностей. В основном они кроются в материальном дизайне, так сказать, этого пульта. Во-первых, он обладает встроенным, не встраиваемым, не встраиваемым, а съемным микрофоном. То есть можно теперь заказывать микрофон отдельно нужной длины, которая вам необходима. Раньше это было просто, так сказать, ну, раньше эти старые пульты остаются, они никуда не деваются. Они по-прежнему есть, доступны к заказу. Но они имеют встроенный микрофон 30 или 50. И вот нужно было с этим определяться заранее, а потом уже их менять и комбинировать как нельзя. Вот. Теперь, соответственно, микрофон свинчивается. Можно полностью поменять парк микрофонов или заменить сломанный микрофон достаточно просто и быстро, и зип. Ну и, соответственно, есть возможность ставить, например, 40 сантиметров, 70 сантиметров. Сами по себе эти новые пульты DCR-N SL, они меньше, чем старые пульты, но тяжелее. И в связи с этим, ну, с ними просто проще обращаться, так сказать, в каждодневном работе. То есть, например, когда вы пытаетесь подстроить гусиную шею у микрофона там со старыми пультами, был такой момент, что они могли там немножко ерзать, наклоняться и так далее. У них было достаточно легкое основание. Вот эти там хорошие, тяжелые, крепкие на ощупь. И с ними уже нет вот такого вот эффекта, когда вы подстраиваете микрофон, а пульти лозит. Здесь уже физические кнопки на самом пульте. Кнопка включения микрофона, кнопка увеличения и уменьшения громкости наушниках. Сенсорные кнопки, которые на старых пультах есть, они определенному кругу лица, скажем так, были неудобны. Вот, то есть, нужно было как-то к ним приноравливаться. Ну, а физические кнопки, это всегда физические кнопки, они хороши во всем и всегда. Так, это что касается ДЦРной эссели. Система синхроперевода Lingua AR. Ну, на самом деле, ее проанонсировали, выпустили еще в прошлом году. В этом году она получила новую ревизию, соответственно, более функциональное ПО, более удобное использование, лучше, стабильнее работает. Ну, и, в принципе, поскольку все-таки в некотором роде еще новинка для нас, все-таки рынок имеет некую инерцию существенную. Коротенечко пробежимся по ее характеристикам. В конференц-системе, а, в системе синхроперевода Lingua AR есть трансмиттер, который может принимать каналы по, аудиоканалы по Dante. Это очень удобно, учитывая, что наш центральный блок обладает картой Dante, опциональной, но ее можно поставить. И, соответственно, вместо того, чтобы тянуть пачку микрофонников, можно просто одним кабелем витой пары все каналы в систему подать. Далее, излучатели, которые подключаются к этому трансмиттеру, имеют очень хорошие, так сказать, тактические характеристики. Они малого веса и размера, обладают высокой мощностью и широким углом приема, широким углом раскрыла, скажем так. Поэтому охватывают большую площадь. Ну и приемники, новые приемники, компактные, аккуратные. Ну, их надо просто пощупать, понять, насколько они классные по сравнению с тем, что было до того, и использовать, использовать, использовать. Ну, вот среди функций интересных у этой системы синхроперевода есть автоматическая компенсация длины линий. То, что раньше мы, так сказать, излучатели вешали на стенку, и нужно было вручную выставлять переключателем, какая задержка на данном конкретном излучателе. Это если несколько в линию подключалось, излучатели, длинные кабели были разные. Теперь это все настраивается в автоматическом, полуавтоматическом режиме через программное обеспечение. Ну и сам, в принципе, подвес гораздо проще, потому что на этом излучателе есть веса 100 на 100. Ну, соответственно, нет необходимости придумывать что-то, колхозить, уж простите, чтобы повесить к потолку, к полу, на стойку, на треногу и так далее. Все просто и быстро. Plexus Nameplate. Еще одна новинка. Ну, она не то, чтобы новинка, на самом деле ее также показывали в 2017 году на SE, но это уже полноценный, так сказать, релиз, готовый и аккуратный продукт. Эта табличка уже имеет, по сравнению с оригиналом, она двусторонняя. Два экрана на основе E-Ink, электронные чернила. Соответственно, они обладают очень хорошим углом обзора. Ну, в сравнении с любыми там LCD, они панелями не бликуют совсем. Их на, скажем так, при съемке видно отлично. И они, соответственно, с помощью программного обеспечения могут различные надписи отображать на этих экранах. Ну, соответственно, то, что обращено лицом к залу, там, как правило, отображается имя, должность того человека, кто против этой таблички сидит. А с другой стороны, можно, например, отобразить имя выступающего в данный момент участника. Уже непосредственно для того участника, который передает этой табличке. Также эти таблички оснащаются считывателем. То есть, для карточек человек может просто прийти, положить свою карту на эту табличку и сразу высветить свое имя. И интересная функция кнопка. Вот здесь вот она вот припряталась. Маленькая кнопочка и LED-индикатор сверху. Это простой и понятный способ, так сказать, шлепнул по этой кнопочке, что хочешь, так сказать, выступить. Она загорается зеленым светом. Так. Двусторонняя табличка на имплейт. А, да. Они работают, соответственно, либо в конференции системе Plexus, либо могут стендлоун, так сказать, работать, просто подключаясь по USB к компьютеру и с него получать информацию. Дальше больше. Переходим к программной части новинок. Это, во-первых, Congressify бьет решение от телевика. Они о нем тихонечко шептали весь прошлый год и вот, наконец, показали. В чем идеология этого решения, в принципе, состоит? Да, у нас есть мультимедийные пульты, 7-дюймовый, 10-дюймовый. У нас есть этот Unibox, который мы можем на любой большой монитор приладить. Но, зачастую, это не так удобно, как планшет. Планшет – это просто универсальное, уникальное устройство, которое можно использовать в любых условиях. И, соответственно, на него всю сопроводительную информацию о конференции выводить. Ну, вот, собственно, таким решением и стал телевик Congressify. То есть здесь можно просмотреть повестку дня, информацию о делегатах, голосование, документы и так далее. Соответственно, на планшете, который вы подносите к лицу на максимально близкое и удобное вам расстояние, документ осмотреть гораздо приятнее, чем на пульте, который стоит где-то там на столе или в какую-то нишу врезанный. Вот. Так, Congressify. Но единственное ограничение – требуется программное обеспечение Кокон для его работы, поэтому оно не работает с Дицерна. Ну, по крайней мере, сейчас. Я очень надеюсь, что оно будет работать в будущем, когда оно, это будущее, наступит. Так, ну, я уже коротко это осветил. Информация, которая доступна для участника. Таймеры, результаты голосования, документы, информация. Да, ну, в общем, все. И Teleweek TechCancel – приложение, которое также интегрируется с Коконом, но, в отличие от Кокона, оно имеет более понятный и удобный интерфейс, рассчитанный на, скажем так, секретарей, которые сопровождают мероприятия в законодательных органах. И здесь что у нас, какие возможности есть. Можно очень быстро подготовить мероприятие, загрузить, там, импортировать из какого-нибудь, из какой-нибудь таблицы информацию о текущих делегатах, повестке дня и так далее. Все это сделано, так сказать, в режиме одного окна. И, ну, оно более юзер-френдли, чем приложение оператора Кокона. И, соответственно, уже не только IT-специалистам, но и различным другим специалистам оно подходит для работы. Также у него есть интересная функция – это возможность создания, я даже не знаю, как перевести, сайныч-экрана, то есть экран, который отображает сопровождающую информацию к мероприятию. Здесь оно настраивается, то есть можно, вот как на этом скриншоте показано, вывести список делегатов, которые выступают, список в очереди, информацию о том, кто присутствует, и, соответственно, видеострим. И этот экран можно отправить на трансляцию в соцсети, например, что, в том числе для наших законодательных органов, в последнее время является технологическим трендом и активно внедряется по всей территории России. Так, ну и все это достаточно быстро и легко настраивается. Так, по-моему, это все по новинкам. Давайте, допустим, опрос сейчас, а потом я пробегусь по чату. Ну, простой вопрос. Какое из новых решений Телевик вас заинтересовало больше всего? У нас их, напомню, шесть. Это новый центральный блок, новые пульты ДЦЕРНа, обновленная конференция системы синхроперевода, Neolingua Air, Lexus Nameplate, Congressify и T-Cancel. Ну, лично меня больше всего вдохновляет Congressify, то есть вот это вот бьет решение, которое Телевик представил. Если бы она работала с ДЦЕРН, цены бы ей не было, честное слово. Поэтому я, пожалуй, нет, я не буду голосовать, ладно, не будем портить результат. Это все-таки моя субъективная позиция. Так, мнения разделились, но большая часть вдохновлена новым центральным блоком, Lexus Air, ну, естественно, потому что он избавляет нас от необходимости использовать дополнительные компьютеры для управления конференцией системой. Многим понравился Congressify, я с вами. Plexus Nameplate и D-Cern SL примерно половина. Ну, хорошо, хорошо. Я рад, что вы заинтересованы. Приходим к третьей части нашего вебинара. Это готовые решения для инсталляции. Здесь, в этой части, я сделал 4 основных применения, которые мы видим для конференции систем Телевит. И, соответственно, подготовил 4 разных решения, чтобы максимально, так сказать, охватить всю линейку наших продуктов и проинформировать вас, как их использовать в реальных проектах. Ну, начнем с конференции системы Д-Церна. И основное применение, которое мы видим и которое, собственно, используют наши партнеры и наши заказчики, это переговорные, причем небольшие переговорные, начиная там от 10 до 20 максимум человек. Там конференция системы Д-Церна подходит прекрасно. Соответственно, что у нас необходимо для комплектации системы? Все очень просто, на самом деле. Нам нужен один пульт председателя, пульты делегатов по количеству, центральный блок. Пликсус, ой, господи, Д-Церна, ЦУР. Почему ЦУР? Потому что этот центральный блок имеет возможность внешнего управления. И, естественно, переговорных, где устанавливается микрофонная система, как правило, есть там ВКС. И за этим, собственно, микрофоны и нужны. Вы можете, помимо того, что используют конференцию системы для звукоусиления голоса, также наводить камеру автоматически на активированный пульт. Ну и здесь представлена розничная цена вот такого вот комплекта. Это чуть меньше 6 тысяч евро, плюс кейс для переноски на случай, если это необходимо мобильное решение. И, допустим, этот комплект можете перемещать из переговорных в переговорную. Если у вас, допустим, стойка ВКС мобильная, и вы ее, так сказать, по разным помещениям передвигаете, то за ней также может конференция-система проследовать без каких-либо проблем. У ДЦРНа есть функция, режим работы Remote Conferencing, которая позволяет просто и быстро интегрироваться с кодеками ВКС, в принципе, даже без использования сторонней аудиоплатформы. Потому что она вырезает звук, ну, она вырезает звук из обратного звука удаленной стороны. Вот. Что для их подавления важно. Так, ну и спецификация. Вот буквально так они все выглядят. На сегодняшний момент, на сегодняшний день ориентировочная розничная стоимость в рублях – это 500 тысяч на комплект 12 человек. Если кейс не нужен, тогда это еще там чуть дешевле. Получает. Ну и схема подключений до безобразия простая. Центральный блок обладает тем же самым дизайном, что и пульты. Он безвентиляторный. Его можно прямо на стол положить и все пульты соединить друг за другом в цепочку. Причем эти пульты уже комплектуются как двухметровым кабелем витая пара с RZ45 микронированной разъемой. То есть можно буквально вот так вот в кольцо собрать и все это разложить за считанные минуты. Всю эту систему. Ну, примерно так ее основное применение этой конференц-системы ДЦЕРНа. Беспроводная конференц-система конфидея G3. Здесь основное ее применение мы видим, и, соответственно, рынок видит, в залах-трансформерах, естественно, там, где нет возможности подвести постоянные линии, чтобы подключить по витой паре пульты. Это также залы какой-то исторического культурного наследия, где, в принципе, нельзя производить никаких там монтажных строительных работ. Там беспроводная конференц-система также имеет смысл. Ну и, в принципе, решение для каких-то залов высокого уровня, скажем так. Потому что относительно проводного решения конференц-система беспроводная все-таки кусается. Но, вот вы видите, ее розничная цена, просто конференц-системы на 12 персон, это уже 25 тысяч евро. Ну, то есть, прям вот, по сравнению с прошлым, заметный прыжок. И это только дискуссионное. И тогда без этого никак. Собственно, конференц-система комплектуется примерно следующими вещами. Центральная точка доступа. У нас нет необходимости использовать центральный блок. Это аккуратная, как на предыдущем слайде видели, точка доступа. Собственно, она управляет всей конференцией. Пульты делегата, пульт председателя, микрофоны, какие вам необходимы, аккумуляторы, зарядники к этим аккумуляторам. Ну и кейс для переноски также бывает полезен, потому что, во-первых, в нем можно всю эту беспроводную систему хранить, в нем можно заряжать аккумуляторы. Ну и, опять же, для мобильности это очень-очень солидное преимущество. Ну и как опцию я предложил с этой системой использовать TechAm. Ну и общая совокупная розничная стоимость такого комплектика составляет 2 миллиона 800 рублей по курсу на 15 марта 2018 года. Для истории запомним, мало ли что произойдет в ближайшем будущем. Ну и, собственно, схема подключения здесь какая она может быть для беспроводных пультов. Просто раскидали по столу точку доступа. Можно треногу поставить, например, к ней по витой паре, подключить ноутбук и управлять конференцией, мониторить состояние заряда батареи. То есть, все очень просто, мобильно, аккуратно. Ну и вот условно по расположению зал трансформер. Можно его вот так вот себе представить. В какой-то момент он использует одну конфигурацию стола, в другой другую. Естественно, вы можете набить лючками весь пол, чтобы возможность была подключиться как вам нужно. В зависимости от того, какое мероприятие проходит. Либо просто поставить беспроводную конференцию. Едем дальше. Конференц-зал. Ну, это конференц-зал на самом деле такой уже высокого уровня, скажем так. Потому что здесь используется мультимедийное решение телевик и оно, соответственно, относительно дорогое, достаточно дорогое, если сравнивать его с простым, так сказать, аудио-онли решением. Так. Я себе умозрительно нарисовал примерно такую схему. Ну, на самом деле, у нас там есть несколько похожих проектов. Значит, конференц-система пульты мультимедийные Unicos, которые устанавливаются в президиуме и, ну, конфигурируются как пульты председателей. И пульты делегатские с функцией голосования. Значит, здесь уже можно какие-то решения принимать, там, совет директоров, например. Ну, конференц-зал совета директоров отличное решение на самом деле. Центральный блок Plexus MME, да, потому что мы используем мультимедийные пульты, нам нужен более продвинутый вариант центрального блока. Ну и как опцию здесь мы можем использовать коммутацию видео также через конференц-систему Televix, чтобы организовать такое приятное и уникальное моно-вендорное решение. Так, на самом деле спецификация здесь, как видите, проще некуда. Ну, естественно, без всяких аксессуаров дополнительных, кабелей, обжимок и прочей эрундистики, только оборудование. Центральный блок, 4 пульта в президиум, 20 пультов остальным делегатам, микрофоны и комплект кокон. Так, что нам здесь нужно? Если мы смотрим базовую, без опции и версии, то это Discussion, Voiting и Signage. Discussion это базовый блок конференц-плококон. Там можно повестку дня организовать делегатов, списки создавать и так далее. Ну и всем этим делом управлять. Voiting модуль используется для возможности уже проводить голосование и Signage для отображения хода мероприятия на каком-то экране. То есть, можно просто установить компьютер, установить на него программное приложение Cocon Signage, с этого компьютера HDMI забрать в систему коммутации и вывести его на видеостен, например, на проектор, на запись. Ну а если требуется опция видео, в том числе для возможности подачи видео на мультимедийные пульты Unicode, нам уже требуется модуль Video Routing и соответственно блоки входов и выходов для подачи источников видео в мультимедиа конференц-систему и блоки вывода условно 10 штук для подключения мониторов. Схема подключения здесь достаточно простая. Единственной особенностью заключается то, что мультимедийные пульты и обычные дискуссионные аудиопульты нельзя подключать друг за другом в цепочку. Это, пожалуй, единственное, на что следует здесь обратить внимание. Если вы планируете каким-то образом свою систему подключать, устанавливать на объекте, то просто знайте, что их нельзя миксовать. Если не хватает линий на центральном блоке, нет проблем, мы ставим расширители. Их можно ставить сколько угодно. Конференция системы вообще не ограничивает вас в количестве пультов и дополнительных устройств, которые можно на эту конференцию вешать. Возможно, оно есть, но никто никогда туда не доберется. Потому что конференция на тысячи даже в Евросоюзе не бывает. Так. Ну и условно планировка такого маленького аккуратного зальчика, то есть президиум, делегатские места с установленными мониторами и подключенными блоками Plexus Wayout ну и там отдельный трибун, допустим. Ну и собственно там с компьютера это все удачно управляется. Это был, так сказать, конференц-зал высокого уровня. Ну и последний пример, который я сегодня хотел показать это актовый зал или конгресс-центр скажем так, там где используется ИК синхроперевод. Собственно, наша вот lingua AERC, которую я упорно называю конференц-системой. Здесь что необходимо нам? Ну естественно центральный блок, какие-то пульты в президиум, можно там трибуну отдельно поставить, пульты переводчика, ну и собственно сама ИК-система, трансмиттер, пара излучателей и по количеству необходимому приемники. Как видите, тоже там не шибко мудреная спецификация. Вот, как я говорил, у нас есть Dante-карта, которую мы можем внедрять в наш центральный блок и по Dante снимать все каналы синхроперевода, хотя, конечно, обычно их там два, три, четыре, редко когда бывает больше. Схема подключения тоже предельно простая, та же самая особенность мы должны подключать пульты переводчика на отдельную линию с пультами делегатских, но как правило это не представляет большой проблем, потому что это физически отдельный кабель-канал идет, потому что переводчики не сидят прямо рядом с делегатами, а где-то в другом месте. Ну и собственно по аксиальным кабелю подключаются излучатели. Для такого помещения двух вполне недостаточно, особенно с учетом отражения и переотражения от стен. Ну и собственно вот таким образом все это представляется. И отдельно хотел упомянуть и обратить ваше внимание на сравнение дискуссионных систем. То есть у нас получается, что в телевике есть несколько вариантов, как можно сделать базовую дискуссию на энное количество лиц, потому что есть различные конфигурации, есть различные пульты и хотелось бы вам продемонстрировать наглядно, чем они друг от друга отличаются. Ну, во-первых, у нас есть четыре варианта, как это можно сделать на данный момент. Это значит базовая конференция системы ДЦЕРН с фиксированным микрофоном, ДЦЕРН SL с всеми теми особенностями, о которых я рассказал минут 15 назад. Конференция системы проводная настольная на центральном блоке плекса ИЕР и конференция системы беспроводная. Везде вот здесь указаны розничные цены в рублях по курсу на все тоже 15 марта 2018 года и вы можете видеть разницу. Комплект на 12 человек без каких-либо дополнительных ящиков, переносчиков, наушников и прочих мишуры посчитан. Только самое необходимое. Ну и как видите, вот, например, характерный прыжок практически в два раза по стоимости от проводной к беспроводной системе. необходимое соответственно определяться, нужно ли это или не нужно в каждом конкретном взятом зале. В большинстве случаев проводной системы бывает достаточно, как я уже сказал, есть те, когда с проводами жить тяжело. Так, ну и как я уже упоминал, отличий кардинальных между двумя вариантами конференц-пультов Decerna нет, но соответственно физические кнопки и съемный микрофон. Но новые пульты на самом деле получились неплохими. На фото они возможно выглядят не так интересно, но вживую и тактильно они очень хорошо ощущаются и качественно отличаются от предшественных. А разница в цене, как вы видите, процентов 20 не такая большая, потому что на самом деле все равно конференц-система, особенно если это Decerna, в объемах всеобщего мультимедиа проекта она редко когда выбивается за 15% от общей стоимости. Поэтому тут небольшое повышение не так существенное. Ну и конференц-система Plexus. Я здесь на этом слайде подчеркнул только основные характерные отличия между Decerna и Plexus. В Decerna есть, например, встроенный веб-сервер, но управлять каким-то образом расширенным этой конференц-системой нельзя. Грубо говоря, нельзя микрофоны включать-выключать через веб-сервер у Decerna. А у Plexus, у конфидеи, соответственно, можно. То есть, это как некий характерный параметр. Ну и, естественно, для Plexus, для конфидеи доступно расширение функционала и расширение собственно количества участников до неограниченного уровня. Вот. Поэтому выбирать, что вам больше подходит. Такая простая мысль. Ну и моя презентация подошла в принципе к концу. Я уверен, что вы все прекрасно знаете нас и работаете с нами. Брилов консалтинг. Мы являемся по телевику дистрибьютором, официальным представителем в России. Осуществляем как дистрибьюцию проектов, так и сервисное обслуживание, гарантийное, подгарантийное. Помогаем разрабатывать проекты. Ну и собственно осуществляем консультирование. Так. Затем пожалуй все. Спасибо большое, что уделили время. Вебинар получился дольше, чем я думал. Ну каратенечко за 40 минут расстреляемся. Ну вот как-то получилось. Получилось. Так. Были какие-то вопросы в чате. Я попробую сейчас на них ответить. Так. Вячеслав Папченко спрашивает. Меньше 12 человек можно конференцию собрать? Ну да, конечно можно. Но просто нужно ли? Просто для этих решений можно какие-то другие способы съема звука организовать. Например, те же лягушки на стол. просто все в целесообразность упирается. 12 человек это некий такой индикатор что ли. Среднее не очень переговорное, поэтому я именно на эту цифру опирался. Можем сделать меньше. Можно сделать на 5, на 3, на 4. Как вам понравится. для понимания объема и стоимости решения было сделано так. Кажется, мои коллеги успешно поработали и ответили на все вопросы, которые были в чате. В любом случае, если мы кого-то обделили, пожалуйста, обращайтесь к нам, звоните по телефону, по электронной почте, пишите, подписывайтесь на наш YouTube канал, мы будем там интересного много рассказывать. И спасибо всем за просмотр, до новых встреч, всем пока.